Латвийские спецслужбы Теперь вынужден отвечать на вопросы полиции безопасности Меня допросили как свидетеля И предупредили, что я никому ничего не имею права рассказывать Функция полиции безопасности Бороться с внутренней угрозой для Латвии Уголовное дело уже возбуждено Речь идет о разделе закона Преступления против государства И этот факт, антигосударственные высказывания Попадают в этот раздел В домашнем архиве Александра Гильмана Любительские съемки митингов против закрытия русских школ И кадры антифашистского пикета В числе многих автор нашумевших высказываний Открыто выступал против шествия бывших легионеров СС Считает, что поплатился в том числе и за это Это единственный метод Разговора с оппонентами Которые они признают Стремиться ему запретить говорить А если он продолжает это делать То наказать, посадить В лучшем случае оштрафовать Юристы и правозащитники говорят Дело сугубо политическое В данном случае его высказывание можно растолковать Именно как некое То, что конституция оговаривает в рамках свободы слова В смысле высказать свое мнение Другое дело, если бы Гильман призывал К какому-то носительному свержению Или еще каким-то действиям Против строя или государства Это было бы другое дело Впрочем, политический интерес в этом деле И так достаточно очевиден Ведь настояла на расследовании Одна из латвийских праворадикальных партий Если вот с такими выступлениями уже выступает человек Его, по моему мнению, надо гнать из государства Заодно правые предлагают привлечь к ответственности депутатов Отстаивающих в парламенте интерес русскоязычного населения страны Это очередная и очень удачная пиаровская кампания праворадикальных партий В этом году ожидаются парламентские выборы в октябре в Латвии И, естественно, правые партии пытаются каким-то образом привлечь свое внимание И показать свой так называемый псевдопатриотизм Эксперты отмечают Подобные скандалы лишь повод Чтобы отвлечь внимание международной общественности От других громких событий Речь идет о заявке сразу нескольких национал-радикальных организаций На проведение в марте очередного шествия бывших легионеров СС Мэр латвийской столицы разрешения пока не подписал Но уже заявил, что возражать не будет Екатерина Зорина, Роман Кабошко, Вести, Рига, Латвия